Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть попрошенью их, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некого Симона Керенеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал «Дощери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас и холмам покройте нас, ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» «Вели с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня. И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух.